Приветствую вас, Марина, с полезной вашей потерей. Вот. Никак, бороться с этим не нужно, с тем, что вы чувствуете это нормально, то, что вы чувствуете. Более того, есть у меня такое ощущение, что вы жили у себя в долг какое-то время, то есть вот жили в долг у себя, когда поддерживали своих родных людей, когда были достаточно стойкой, вот, вы шли против себя, вот, вы активно тратили свой ресурс, а сейчас что-то вроде такой компенсации происходит, и это нормально. Что здесь необходимо? Необходимо прожевать. Вот. Просто прожевать свои чувства. Прожевать, 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 чтобы они не уходили. Внутри вас, вглубь вас, и не отравляли вас изнутри. Прожевать их, выражать их, плакать, кричать, если хочется. Вот. Только так можно прожевать потерю, потому что это близкий человек, вы любили этого человека. И тоска, и страдания в данном случае неизбежны. Вот. Конечно, есть и другая сторона. Сторона заключается в том, что вам человек даёт, давал точнее, и что перестал давать. То есть, что вы потеряли. Входим, у его дедушки. Вот. Ну и, может быть, есть у вас чувство вины перед ним. Что вам так тяжело. Вот. Ну, а переживание, потери, может длиться до трёх лет. Очень важно, чтобы вы делали это со специалистом. Вот. Очень важно, чтобы вы переживали свои чувства. Так что. Обращать. Будем рады вам помочь. На этом всё. Я вам желаю всего самого доброго.